Приветствую вас. Мне бы хотелось свой ответ разбить на несколько небольших частей, чтобы помочь вам, хочется верить, что я смогу вам помочь, разобраться с тем, что же происходит сейчас с вами. Во-первых, давайте мы сразу с вами определим такую важную вещь. Вещь эта связана с тем, что на работу, я имею ввиду ваши рабочие отношения, подчинены принципу того, насколько что-либо остальное другое мешает выполнению ваших профессиональных обязанностей. Вот это вот нужно очень четко понимать. То есть, есть профессиональные обязанности ваши, которые вы выполняете, которые вы должны выполнять и которые вам могут мешать выполнять. И если вы чувствуете, что вот этот человек, который к вам пристает, мешает вам выполнять ваши обязанности трудовые, если вы чувствуете, что он не дает вам их выполнять, то тогда, конечно же, вы имеете полное право обратиться к вашей руководительнице с тем, что ваш график работы, ваша конституция работы, не побоюсь такого слова, нарушается из-за действий человека. То есть, важно донести до него, что против самого человека, против самого человека, вы ничего не имеете на самом деле. Против него самого вы ничего не имеете, но вам, естественно, не нравится, что он мешает вашей работе. Поэтому, если ситуация такова, то вы можете, безусловно, обратиться к своему руководителю. Если работе ситуация никак не мешает, и все дело в личном пространстве, тогда у вас есть следующий выбор в плане поведения. Значит, первое, либо вы понимаете, осознаете, стараетесь осознать и понять, что мужчина имеет свои проблемы, и проблемы у него достаточно серьезные, судя по всему, раз он ведет себя с вами так, проблемы у него достаточно серьезные, и это нужно понимать. То есть, если у человека вот такое поведение, значит, у него как минимум довольно яркие противоречия есть. И если вы сами для себя поймете этот момент, то есть, если вы поймете, что человек не конкретно с вами заигрывал, если вы поймете, что человек не конкретно вас к вам пристает, если у вас будет понимание того, что человек ведет себя таким образом, потому что у него есть определенные потребности, и он эти потребности пытается удовлетворить таким вот способом, то вы тоже поймете, что против вас лично и к вам лично ситуация не имеет никакого отношения. Если вы это для себя поймете, если вы это осознаете, то вам будет куда проще и легче воспринимать довольно безразлично то, как себя ведет человек. То есть, иными словами, не принимать на свой счет все то, что он говорит и делает. То есть, реагировать спокойно, безразлично, с улыбкой и так далее. И если вы будете реагировать так, именно так, то рано или поздно мужчина поймет, что, как бы, с вами, ему ничего не сведет. Вообще ничего не сведет. И как только он это поймет, а он это поймет, если вы будете вести себя безразличен, он постепенно будет от вас отдаляться. и, собственно, так вам нужно себя вести. Либо вы можете, это уже, как я надеюсь, вы понимаете, второй момент, вторая возможность, которую вы можете использовать. вы можете обратиться к руководителю и попросить ее, как женщину, помочь вам с этим человеком, который относится к вам, ну, мягко говоря, недостой. если руководительница вас уважает, если руководительница вас ценит, она быстро поймет, что происходит, она быстро поймет, с чем имеет дело. И еще раз повторю, что как женщина, она встанет на вашу сторону. Это нормально. То, что она встанет на вашу сторону. Если вы сможете до нее, до нее донести вот эту вот мысль, правильную мысль, это вам нужно понять для себя. Непонятно, не совсем, точнее, понятно, чего вы боитесь. То есть, почему вы так боитесь того, например, что вы не останетесь на работе. а работаете вот в таком аспекте, в таком ключе, когда вас, по сути, вас, точнее, да, вас, по сути, постоянно домогаются, и так далее. Вот в этом ключе работать вы считаете лучше. То есть, вам необходимо здесь определиться со своими приоритетами. Определите свои приоритеты и, исходя из них, действуйте. Нужно вам что-то выбрать. Либо вы действуете своими силами, либо вы действуете собственными ресурсами, и это ваше право действовать так, собственными ресурсами, не привлекая руководителя, но тогда можно говорить о том, что вам будет тяжелее справиться с этим, с этой проблемой. Можно тогда также говорить и о том, почему вы не можете дать человеку отпор, достаточный сын. То есть, может быть, иметь место быть неуверенно в себе, страх какой-то. А может быть, и вам хочется подсознательно ласки и мужского внимания, потому что ваш парень вам изменил. здесь нужно набираться с вами более подробно, что и как происходит у вас. Пока вот этот момент не ясен, и пока он не ясен, нельзя говорить однозначно о том, справитесь вы одна или нет. Но руководитель, любой руководитель обязан защищать и оберегать чистоту и спокойствие в коллективе. И если человек этого не делает, либо не знает, либо не хочет. Если не знает, вы его просветите на эту тему. А если не хочет, то задайте себе вопрос, а стоит ли работать с таким человеком? вообще. И вот исходя из этого, старайтесь принять решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались дополнительные, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. и удачи. удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...